Симптоматика выглядит следующим образом. Чуть-чуть приподнял фрезу, ну или приподнял заглубление фрезы. Включаешь вращение, вал вращается, все нормально. Но только заглубляешь фрезу, она касается снежного покрова, и вал останавливается. Первая идея, которая приходит на ум, ну, наверное, что-то случилось с гидравликой. Скорее всего, сел насос. Не оселяет он ее под нагрузкой вращать. В данном случае я бы даже не полез сразу смотреть насос. Такое случается, если фрезой поймали что-то твердое. Пенек, камень, ударили вал фрезы обо что-то. И когда поймаешь фрезой что-то твердое, происходит следующее. В точке сочленения гидромотора и вала фрезы стоит шлицевая муфта. Даже не то, что полуповоротная, слегка поворотная. Она компенсирует именно провис вала фрезы. Шлицы мелкие, удары они, конечно, переживают, но когда ударов много и они сильные, бывает так, что срезает шлицевую муфту, срезает шлицы внутри. И даже когда подсказываешь это клиенту, не каждый верит, что, блин, такое может быть. Талана перестанет, говорит, я стою рядом с фрезой. Я бы слышал хоть какой-то шум от того, что опускаешь вал, остановился, гидромотор же продолжает вращаться. Я бы слышал шум слизаной шлицевой части именно. Нет, на самом деле шума никакого не слышно. Практически невозможно угадать, с какой стороны срезала шлицевую муфту. Фреза, если мы говорим про большие машины, такие фрезы, как мультифлекс, альпинфлекс. Два гидромотора с двух сторон, две шлицевые муфты. Угадать, ну, как повезет. В любом случае, если был удар, если пострадало и даже сорвало одну муфту, я бы порекомендовал заглянуть во вторую обязательно. Два вала фрезы связаны между собой. Между ними стоит сдвоенный шрус. В простонародье всем привычная граната, как на машинах. Здесь стоит нечто похожее. Небольшой вал. И как раз вот эти две гранаты. Ну, опять же, возвращаясь, почему не будет одна сторона вращаться, вторая нет. Гидромоторы подключены параллельно. И если хотя бы один гидромотор имеет возможность свободно вращаться, то поток гидравлического масла пойдет по пути наименьшего сопротивления. И будет прогонять именно через тот гидромотор, который разгружен. Тот, который еще в зацеплении с валом, ему просто не хватит мощности. Всю производительность будет выбирать проскальзывающий гидромотор. Если такое произошло, внутренне можно уже готовиться проверять обе стороны. И даже если, повторюсь, даже если с первого раза ты, не знаю, выбрал правую сторону, разобрал, увидел, что да, действительно, с правой стороны шлицевая муфта срезана, я рекомендую вскрыть и с левой стороны, перепроверить и убедиться, что там она живая, или тоже срезанная, или уже прямо на грани, вот-вот тоже ее сорвет, она оближется. Поэтому скрываем обе стороны. Процедура не такая сложная, на самом деле, не так уж много занимает время, но таким образом можно быстро определить неисправность, сразу заняться поиском этой шлицевой муфты. Если шлиц срубила, она только меняется. Собирается в обратной последовательности, также ничего сложного, есть пара моментов, на которые стоит обратить внимание, когда увидите видео по разбору, там мы об этом скажем, сообщим. Итак, приступаем. Демонтируем гидромотор, о том, как снимать гидромотор, мы рассказывали в предыдущей серии. Ссылочка на предыдущую серию сейчас появится в верхнем правом углу. Далее, перед тем, как демонтировать шлицевую муфту, перед тем, как открутить болты, необходимо погреть болты феном. Болты закручены на анаэробный состав. Всем привычный в простонародье фиксатор резьбы. На шлицевой муфты, рядом с открученным болтом, справа от него видим отверстие. Таких отверстий на шлицевой муфте два, расположен друг напротив друга. Это отверстие для того, чтобы демонтировать муфту. Когда мы открутили все болты, подбираем болтики под это отверстие, если не ошибаюсь, 7-8 болты. Закручиваем эти два болтика равномерно, муфта извлекается. Разбираем теперь шлицевую муфту. Вы видите, справа от муфты лежит фен. Лежит он здесь не напрасно. Но перед тем, как открутить эти маленькие болтики, чтобы разобрать шлицевую муфту, их тоже необходимо погреть. Открываем шлицевую муфту, извлекаем среднюю часть. И здесь как раз мы видим, шлицевая часть на внутренней детали и на внешней детали. Все шлицы должны быть целые. Когда эти два узла собраны, шлицевая часть как раз вступает в зацепление. Если срезает шлицы, то она будет проворачиваться. В нашем случае мы видим, что шлицевая часть целая. Собираем все в обратной последовательности. При установке используем анаэробный состав фиксатора резьбы. Очищаем болты, наносим фиксатор, закручиваем все на лист. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. До встречи в новых выпусках. До встречи в новых выпусках.